Я пропустил вопрос про Беларусь, потому что мне тут написали, что меня объявили в международный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних, но мы далеко вышли за пределы и девяти минут, и девяти вопросов. Хорошо, это последний короткий вопрос. Всем привет, меня зовут Сева Бойко, вы слушаете подкаст «Что это было», в котором мы объясняем все, что нужно знать про главные события недели. Только что вы слышали слова соратника Алексея Навального Неонида Волкова. Прямо во время интервью русской службы Би-Би-Си Волков узнал, что российские власти объявили его в розыск. Но помимо Волкова, силовики ищут, ловят и наказывают, и не намереваются наказать сотни, если не тысячи участников акции в поддержку Навального и против Путина. О том, как это происходит, в новом выпуске «Что это было» рассказывают корреспонденты русской службы Би-Би-Си. На протестных акциях конца января-начала февраля только в Москве были задержаны тысячи человек, и мы еще поговорим о том, как некоторые из них отбывали сроки своих арестов. Но власти ищут и тех участников выступлений, кто не попал в автозаке, но попал в их поне зрения. Корреспондент Би-Би-Си Андрей Захаров выяснил, как это делается. Привет, Андрей. Привет, Сева. Ты опубликовал заметку под названием «Протестующих находит московский старший брат». Объясни, пожалуйста, что значит этот заголовок. Он значит, что у московской мэрии есть система умного города, которая в случае необходимости превращается в систему слежки, которую обычно называют старший брат. То есть, это камеры видеонаблюдения системы распознавания лиц. Это возможность оследить людей по биллингам мобильных телефонов. Это всевозможные базы данных с адресами, где платишь за коммунальные платежи. В общем, целая система, которая позволяет найти человека в толпе и через какое-то время понять, где он живет, кто он такой, чем занимается. И, соответственно, эту систему вполне прогнозируемо. Это все ждали. И то же самое было в 2019 году во время протестов летом. Подключили к поиску протестующих 23 января и 31 января. Можешь привести пример, пожалуйста, как это выглядело в каком-нибудь конкретном случае? В конкретном случае самая мощная составляющая этой системы – это система распознавания лиц. Мы нашли пять таких кейсов, когда камера выхватила в толпе, определила, кто он такой 23 числа. И 31 числа утром пришла полиция с распечаткой с камеры и сказала, вот вы были на Тверской улице, вы были на несанкционированной акции, будьте добры, поехали, составим протокол. И дальше там были разные наказания, вплоть до ареста как раз на основании данных с камеры. Почему нам показалось это важным? Потому что до этого систему использовали и используют для поиска тех, кто давался с полицией. То есть для поиска тех, кто совершил уголовное преступление. В данном случае ищут тех, кто совершил административное правонарушение. Это ноу-хау, там, на первопологии протесты признают, что это ноу-хау, такого раньше не было. То есть получается, что раньше искали тех, кто активно противодействовал полиции, сейчас ищут пассивных протестующих, которые просто с точки зрения властей участвовали в несанкционированных акциях протеста. Да, получается так. Ну, вот пока по тем кейсам, которые мы нашли, пять штук, концепция такая, подхода властей. Значит, они пришли к тем, кто, грубо говоря, числился среди тех, кто может быть и 31-го. Не пришли ко всем каким-то родомным людям. То есть там, например, есть парень, его мама, активистка борьбы, борется против инновации. Есть парень, кто вообще против выходил на пикеты в поддержку Константина Котова. Есть, значит, еще один парень, он активист, член участковой избирательной комиссии. То есть так или иначе пришли к тем, кто с точки зрения властей мог выйти 31-го. То есть везде ситуация одна и та же. Пришли утром 31-го, кому-то даже звонили накануне, чтобы не вышли, соответственно, в этот день на акцию протеста. Но теоретически могут прийти ко всем. Ну и вот это мой главный вопрос. Ты сейчас описал, что существует некая сита, которая электронными методами отсеивает этих самых потенциальных активистов, рецидивистов в смысле их участия в протестах. А есть ли у нас какое-то понимание, можно ли действительно прийти за всеми? И собираются ли они за всеми приходить? Мы это просто задавали, ответили уклончиво. Тут важный момент. То есть если поговорить в теории, о теории, примерно процентов, мне кажется, 80 были людей в масках. И по поводу масок есть дискуссия. Разработчик системы распознавания лиц, компания Техлаб, в начале года, они говорили, что маска не мешает распознаванию лица. Но, как я понимаю, вы нашли исследование, которое пришло к несколько другим выводам. Есть американское исследование. Они проанализировали разные системы распознавания лиц и сказали, что маска защищает. Причем черного цвета лучше, чем белого, кстати. Это не призыв защищаться от камер. Просто не надо совершать ничего, чтобы защищаться. Но вот черное лучше. Но у нас есть пять случаев. Я везде просил показать фотографию из решения суда или из рапорта. В одном случае человек был в маске, но у него она примерно досюда была. Нос был открыт. То есть примерно три четверти лица были открыты. Классический пример неправильного ношения. Носик наружу демонстрирует сейчас Андрей. Да, носик наружу. В общем, человек может заразиться коронавирусом. Поэтому есть дискуссии. Пока непонятно. Действительно могут всех вычислить. Но второй момент. Если получить выгрузку от сотовых операторов по биллингу, то определить тех, кто стоял на Пушке, на Тверской, возле здания известий в течение часа-полутора, очень легко. Если фотография с камеры является сейчас доказательством, то есть там реально по двум случаям люди были даже не на Пушке, не на Пушинской площади, а они были на Тверской. Один парень был у Елисеевского, достаточно далеко от Пушинской площади. Если это является доказательством сейчас, то выгрузка с биллинга тоже тогда может быть, если следовать логике власти, да, может быть доказательством. В таком случае тем, кого не дают по камерам, могут прийти по биллингам. Срок давности один год. Таким образом, в теории, в течение года ко всем, там давай возьмем, мне кажется, там было минимум 25 тысяч человек, я посчитал, по системе мэп-чекинг, вот, ко всем могут прийти, и всех могут либо оштрафовать, либо арестовать там на 10 и сколько-то суток. И мы, собственно, этот вопрос задавали источнику в мэрии, ответ был уклончивый, поэтому этого нельзя исключать, но я думаю, что все-таки, что такого не будет бреда, хотя, кто знает, потихонечку в течение года превентивно всех обойти, хотя бы оштрафовать, вполне укладывается в нынешнюю логику. Спасибо, Андрей, это был корреспондент Русской службы Би-Би-Си Андрей Захаров, а подкаст «Что это было?» продолжится буквально через несколько секунд. Как и обещал, теперь мы возвращаемся к теме арестованных по итогам акций протеста. Наш корреспондент Наталья Зотова поговорила с теми, кто отбыл свой арест и уже вышел на свободу, и написала текст «Вечером в камере были дебаты». Наташа, привет! Привет! Можешь ли ты составить какой-то коннективный портрет тех людей, с которыми ты, по крайней мере, поговорила, рассказать об их возрасте, роде занятий, мотивации и обстоятельствах задержания? Ну, я старалась для материала найти людей разного возраста, чтобы выборка была пошире. У меня там от 23 лет такие, только что выпустившиеся из вуза ребята, до, ну, есть 28-34, и вплоть до мужчины за 40 лет. И это люди с высшим образованием, работающие. Что касается их мотивации, то кто-то пришел на митинг первый раз, так, скорее, посмотреть. Или там вот был молодой человек-актер, который записывал рассказы людей. То есть он, по сути, работал примерно как журналист. Он записывал других людей на митинге, а не сам... Собирал какие-то свидетельства о творческой работе дальнейшей. Что-то типа того, да. Кто-то же бывал раньше на митингах, лет пять уже следит за политикой. А самый вот взрослый мой респондент, вообще ветеран протестов, он выходил еще на стратегию 31 в начале десятых годов, а до этого на пикеты против войны в Чечне. То есть вообще в какие-то древние времена, по меркам этих 23-летних, например, ребят. То есть у меня в подборке так получилось, что не было людей, которые вот прям хардкорные протестующие. Ну или они в этом не признались, что они там, я не знаю, закидывали снежками полицию. Я еще и в Сахарово ездила, в смысле смотреть, как родственники этих людей стоят в очереди. Вот еще когда была эта гигантская очередь, пока там не разрулили эту ситуацию. И там в очереди стояли в том числе и бывшие задержанные, которые привезли передачи своим товарищам, с которыми их задержали, там, друзьям по автозаку. И, в общем, общая картина у меня сформировалась из их рассказов такая, что полиция хватала тех, кто медленно убегал или кто не убегал. Например, вот у меня единственная девушка в материале, она как раз старалась очень держаться так осторожно, вдали от всех, вот прямо в толпу не лезть. И тем не менее к ней подошли, сказали, девушка, не стесняемся, проходим в автозак. Руки, значит, расставим. Но эта героиня, ее зовут Александра, я так понимаю, все-таки была участницей митинга, пришла протестовать. Она пришла туда сознательно, но она держалась осторожно. И у меня в другом материале был герой, который отсидел тоже в Сахарова за митинг, при этом он на митинг вообще не ходил, он ходил к другу. Оказалось, что друг живет возле матросской тишины, и просто все протестующие, которые там в этот момент были, убегали от полиции, а эти двое, значит, мой герой, его друг, они просто убегали, потому что мы же ничего не делаем, типа, зачем нам убегать от полиции? А полиция подходит и забирает тех, кто как бы близко, кто на расстоянии вытянутой руки стоит и не сопротивляется. То есть это такие пассивные протестующие, получается? Да, получилось так, что, видимо, задержали многих из тех, кто недостаточно сообразил, недостаточно быстро сориентировался, что к полиции лучше не приближаться, считая, что он-то ничего не делает, за что его задерживать, и получали сутки такие люди. Ты уже несколько раз упомянула изоляторов Сахарова, куда из-за нехватки мест свозили многих арестованных по итогам акций протестов, и это название стало нарицательным. Расскажи, пожалуйста, с чем столкнулись твои герои, которые там оказались? Ты знаешь, мои герои прежде всего жаловались на содержание ВВД, то есть то, что было до Сахарова, потому что не надо забывать, что когда людей задерживают, это еще все растягивается, вот ситуация до суда и потом до попадания в спецприемник, это бывает там на двое суток растягивается, особенно в условиях вот этого коллапса, когда так много задержанных, что система не справляется. То есть там один мой респондент рассказывал, что он провел 30 часов в автозаке после суда, потому что не знали полицейские, куда их везти, в какой спецприемник, и им нужно было решать вот эту вот ситуацию. Логистическую проблему. Да, и вплоть до того, что полицейские сами сказали им, звоните правозащитникам, звоните в ОВД-инфо, потому что мы тоже хотим домой, мы тоже хотим уже освободиться от вас. Ничего себе. Да, ну вот много историй про ОВД нехороших. Например, у еще одного героя моего текста, он спал в ОВД в обезьяннике на этих лавках, и там, видимо, клопы или какие-то насекомые водятся, его искусали, у него началась аллергия. Он говорит, что у него распухало лицо, шея, и он боялся, что с ним что-то случится, прям серьезное. Его отвели в другое помещение, как бы где нет этих лавок, где он просто на стульчике сидел, но к нему так и не пришли врачи, его не посмотрели, и таблетку супрастины, которую его девушка прибежала, принесла, тоже не пропустили в передаче. Вот. Ну, то есть вот такого типа истории. Еще одному предстоящему, вот тому, который вообще огонь и воду прошел, еще на стратегию 31 выходил, насильно откатали отпечатки пальцев. Причем его тащили буквально люди откатывать эти пальцы. Тоже распространенная, в принципе, история, как мы понимаем, из свидетельств других протестующих. Давай все-таки обратимся к быту этих людей после того, как они оказываются в Сахарово или в другом изоляторе. Чем там они занимаются? Что там с ними вообще происходит? И почему у твоего текста такой заголовок в камерах бы на дебаты? Потому что там действительно были дебаты. И вообще, судя по отзывам людей, в самом Сахарова более-менее нормальная обстановка. Вот после того, как все устаканивается, вот когда людей уже расселили по камерам, нет того, что они там в повалку как-то лежат, в камере на 8 человек, 28 и пытаются заснуть. Это вроде как временная ситуация, пока их не расселили. А вот когда все произошло, им выдали матрас, там миску, их кормят три раза в день, передачи передают. Вот в этот момент становится нормально. И мне даже буквально люди говорили, время провели с удовольствием. Или там есть чувство, конечно, вины перед родными, что они так перенервничали за нас, но само времяпровождение мне очень зашло, сказала девушка Александра. То есть там одни камеры проводили дебаты. Вот кто один говорил, что выдвигается в президенты, а другие, значит, решали, какая у них программа и будут ли они за него голосовать. А я-то думал, что они спорены о судьбах России, а на самом деле это была раневая понятическая игра, получается. Это была игра, да. Другие читали лекции, каждый выступал как бы о том, что он хорошо знает, про свою профессию рассказывали. Девушка Александра нашла в тюремной библиотеке Том Хемингуэя, очень обрадовалась, сидела, читала, а в прогулочном дворике, между тем в окно ей было слышно, как поют песню «I speak» про то, что пусть все горит, пусть все горит. И бременских музыкантов пели знаменитую песню, и скандировали свободу политзаключенным. Ну, а насколько я понимаю, не каждое скандирование проходит без последствий, если ты на такое решаешься находясь в заключении. Да, действительно, вот в последние дни появилась история, что после того, как заключенные сняли видео, где все они в прогулочном дворике кричат «Путин вор» и показывают плакаты, что вот после этого к ним пришли разбираться, искать эти телефоны, на которые они сняли, выяснять, кто плакаты нарисовал, и чуть ли не угрожали уголовным делом, кто-то это слышал, но это пока вот информация такая из серии «Подслушанно» у полицейских. То есть никто не знает, что в итоге этим людям будет, но что был какой-то ответ, и что им не позволили просто так вот тут устраивать в кавычках «митинг», это, да, случилось. Последний вопрос, который я тебе хочу задать, и которым ты тоже задавалась. Не отбил ли весь этот опыт у героев твоей статьи охоту и дальше участвовать в каких-то протестных акциях и подвергать себя риску ареста? Тут мнения разделились. Вот один герой прям железобетонно собирается выходить снова, и сказал, что они в камере это обсуждали, и все ребята сошлись на мнение, что нужно продолжать. А еще двое, вот девушка Александра и мужчина, у которого маленький ребенок, они очень определенно ответили насчет митингов, но зато они пообещали стать тылом протеста, то есть помогать волонтерам, оплачивать их чеки, возить передачи. Когда я, собственно, позвонила вот этому молодому человеку, он ехал в Сахарова на машине, вез оставшимся там сокамерником еду и радиоприемник, который он для них купил. Вообще у протестующих, которые отсидели, огромная благодарность к волонтерам. Они говорят, что без них Сахарова бы не казалась им таким пионерлагерем, в котором они дебатируют по вечерам, и было бы намного тяжелее. И вот эти двое героев решили стать частью этого растущего волонтерского движения. Еще двое сказали, что больше не пойдут, по крайней мере, в ближайшее время. В частности, тот молодой человек, у которого был случай с аллергией, он очень испугался просто за свою жизнь. Он думал, что вдруг он сейчас дышать не сможет. И, конечно, звучит тема Дадинской статьи, у всех в голове сидит, что во второй раз штрафы выше, чем в первой. Этим пугают в том числе полицейские ВВД. И у одного из героев, вот этого возрастного, который даже на пикеты против войны в Чечне ходил, жена сказала, давай я пока за тебя буду выходить, вот пока у тебя не сгорит эта административка, как бы я займу твое место в протесте. Это просто на вкладышах из жвачки нужно печатать. Love is. Пойти вместо него на митинг. Чтобы ему не светило уголовное дело. Спасибо Наташе, Наталья Зотова, корреспондент русской службы BBC. И не выключайте подкаст, это еще не все. Реакция силовиков на протесты, это, естественно, не только административные, но и уголовные дела. Казалось бы, в этом нет ничего необычного. Несанкционированные акции протеста нередко оборачиваны из них участников уголовными преследованиями. Тут можно вспомнить и болотное дело в 2012, и московское дело в 2019. Но в том, как ведутся уголовные дела против протестующих в 2021, есть некоторые новшества. Со мной в студии корреспондент русской службы BBC Елизавета Фохт. Лиза, привет. Привет, Сев. Как я понимаю, тебя как раз заинтересовало то, как идет работа по делам о нападении на силовиков. Это 318-я статья. Почему именно она? Ну, она заинтересовала меня в первую очередь потому, что предыдущее большое дело после митингов, московское дело, было как раз основано именно на этой 318-й статье. Сначала большинству его фигурантов меняли и 212-ю статью, статью о массовых беспорядках, но это дело фактически развалилось, и в итоге в суде остались в основном те люди, которых обвиняли в насилии к полицейским на митингах. И вообще традиционно, когда такое происходит, журналисты, и мы в том числе, всегда хотим как-то побольше узнать про этих людей, почему они оказались на митинги, действительно ли они применили насилие. И мне, и коллегам моим по BBC захотелось сделать то же самое и в этот раз. И вот выяснилось, что на самом деле за 2 года, меньше, чем за 2 года, получается, за полтора, ситуация очень сильно изменилась по нескольким причинам. Во-первых, ну, первое, что я скажу, будет, наверное, несколько пересекаться с текстом Андрея Захарова про умный город в том смысле, что технологии действительно изменили абсолютно все. Потому что в случае с митингами, которые произошли в январе, после возвращения Алексея Навального, заснято оказалось абсолютно все, что там происходило. Просто каждый фрагмент, каждый момент. При этом, я хотела бы сразу сказать, что по моим личным наблюдениям, я освещала митинги и в 2019 году, и вот сейчас в начале января, в этот раз столкновения с полицейскими действительно были. То есть, было что снимать. Я сама была свидетельницей нескольких таких вот ожесточенных стычек, и оказалось, как я уже упомянула, что каждая из них была снята не только журналистами, но и, видимо, сотрудниками Центра Э, которые всегда присутствуют на таких митингах, и это не секрет, и просто, может быть, какими-то случайными блогерами и не случайными. В общем, все оказалось заснято. Из-за этого деанонимизация людей, которые принимали участие в этих стычках, произошла, ну, просто практически мгновенно. Тут, наверное, самым ярким примером будет случай Саида Джумаева, который стал, наверное, одним из таких символов вот этого митинга 23 января. Если слушатели не помнят, я напомню, это было первое такое большое резонансное видео с митингом, на котором видно, как, собственно, Джумаев просто в одиночку идет против нескольких ОМОНовцев, начинает бить их руками, ногами, и вот имя этого человека стало известно не от Следственного комитета, а благодаря одному из телеграм-каналов, который сосредоточился на раскрытии имен тех людей, которые пошли на вот этот незаконный, по мнению власти, митинг. И его имя было уже известно практически через два часа после появления этой записи. Его пять дней искали, потом нашли в Псковской области. Но его случай еще, на самом деле, он даже немножечко выбивается, потому что про Джумаева мы за это время узнали много, в том числе благодаря тому, что он сам из Чечни, там началась очень большая общественная дискуссия, почему он пошел на митинг, чеченские власти говорили, что он там оказался случайно, потом оказалось, что вроде как не случайно. С другими людьми мы вообще практически ничего не знаем про их персоналии, потому что происходит все по одной абсолютно и той же схеме. Сейчас у нас, вот я буду, я говорю именно про московские дела в данном случае, по всей стране есть некоторое количество, их много, пару десятков задержанных по этой 318-й статье, но в Москве сейчас их 10, в каждом из них все происходит практически по одному и тому же сценарию. В телеграм-канале, который, по мнению СМИ многих, связан с силовиками, кремлевская прачка, появляется видео того или иного инцидента, которые происходили 23 января, потасовка на Пушкинской, потасовка на Страстном бульваре или то, что было у Цирка на Цветном, вот это, нескольких таких самых ожесточенных противостояний, там крупным планом показывают лица тех людей, которые участвовали в этих стычках. Дальше, через какое-то время, иногда сразу, иногда через какое-то количество дней, СК сначала называет фамилию человека, который принимал в этом участие, а в той же кремлевской прачке появляется мгновенно, просто мгновенно видео задержания этого человека, причем задерживают на самом деле достаточно жестко. Это задержание, которое происходит уже через несколько дней после непосредственных столкновений. Уже после непосредственных столкновений, например, в случае с одним из фигурантов Станиславом Ахмедовым, которого обвиняют в том, что он в числе группы людей повалил на землю бойца спецподразделения полиции и дважды ударил его ногой. Буквально в телеграм-канале «Кремлевская прачка» есть видео, как Ахмедов выходит из магазина вечером спокойно с бутылкой и на него просто налетают сотрудники ОМОНа, валят его просто на землю и там говорят, понимаешь, за что ты задержан? И таких видео действительно, они есть практически на каждого из этих 10 фигурантов. Но более того, есть не только видео задержания, но и в большинстве случаях уже опубликованы видео их извинений, которые по стилю напоминают, знаешь, вот этот вот такой чеченский тренд, когда человек что-то делает, что-то говорит, а потом через несколько дней появляется видео, где человек, глядя в камеру, очень грустно говорит о том, что... Он не хотел задеть чеченский народ Рамзана Кадырова. Да, абсолютно. В этом только случае практически здесь линия извинения одна, что тоже очень важно. Люди говорят о том, вот, например, Ольга Бендас тоже, или Бендас, не знаю, как правильно ставить ударение в ее фамилии, надеюсь, она меня простит, уроженка Одессы, которая тоже, она завирусилась, можно так сказать. Есть видео, которое широко разошлось, где она сидит с отнятой у ОМОНовца дубинкой и говорит о том, что кто к нам с мечом придет, тот от нашего меча и погибнет на Пушкинской площади. Вот она тоже записала извинения и все эти извинения выглядят примерно так. Я вот действительно принимал участие в митинге, поддался призывам толпы и, собственно, вот совершил противоправные действия. Я очень извиняюсь, больше так делать не буду. Причем, да, такие извинения записывают, в том числе, вот некоторые из этих фигурантов очень молодые, им там по 20 лет, по 23 года, видно, что это не какие-то такие вот прожжу активисты, которые знают, что нужно там брать 51 статью Конституции, нанимать адвоката, а люди, которые, очевидно, оказались совершенно полностью застигнуты врасплох вот этим жестким задержанием, мгновенным уводом и вот, собственно, все сразу признают. Смотри, я хочу прояснить один момент. Когда ты приводишь примеры, то кажется, что речь идет о людях, которые действительно вступали в противоборство физическое с полицией. Мы помним, что в 19-м году, когда разворачивалось московское дело, в обиход вошло выражение «дело за стаканчик». И речь шла о протестующем Сергея Абаничеве, который кинул этот самый стаканчик в сторону полиции и стал фигурантом уголовного дела. Оно позже было прекращено, Абаничев даже получил компенсацию. А что сейчас? Я правильно понимаю, что эти задержанные, вероятнее всего, действительно дрались с полицейскими? Конечно, Сев, я не следователь, я не могу тебе ответить на вопрос о роли каждого абсолютно конкретного человека, вот бил он полицейских или не был. Но очень важно, как изменилась работа с общественным мнением со стороны силовиков. Они в общественном поле моментально выстраивают вот эту вот обвинительную базу. Вот человек, возможно, скорее всего, этот, которого они нашли, возможно, с помощью той же системной умной города, о которой рассказывал Андрей Захаров. Человек участвует в стычке, вот его лицо, вот мы его задерживаем, а вот он извиняется. И тут как бы никакого места для толкования нет. Смотри, эти люди задержаны, многие, наверное, арестованы, и очевидно, что они предстанут перед судом. А в 12-м и 19-м годах, когда судейные участников Болотного дела и Московского дела, суды сопровождались активными компаниями. И, например, в 19-м году это были так называемые цеховые компании. Актеры за актера, медики за медика, подставьте нужную профессию. Как будет сейчас? Сейчас будет по-другому. Вот короткий ответ на твой вопрос, потому что, действительно, в 2019-м году не последнюю роль сыграло то общественное внимание, которое было к судам. Откуда оно бралось, общественное внимание? Потому что, как ты говоришь, вот люди, знаменитые актеры, политологи, какие-то эксперты, музыканты, Оксимирон, они ходили буквально в эти суды, мы видели этих людей. Это тоже очень важно. То есть, когда речь идет просто о какой-то фамилии, про которую мы узнали, что Пресненский суд задержал, отправил под арест на два месяца, и там видео, снятое на телефон, это одна история. А я напомню, что сейчас из-за ковида журналисты и вообще кто-либо не могут ходить в суды. А когда у тебя есть, например, один из фигурантов дела в 2019 году Самаридин Раджабов, который читает из клетки рэп и все это слушает Оксимирон, сидящий в зале, это уже создает совершенно абсолютно другой ореол вокруг этого всего. И я все-таки хочу особо подчеркнуть, что в прошлый раз большинство фигурантов они не признавали вину. Были и обратные случаи, например, случай Даниила Беглеца, у которого было двое детей, который признал, он вообще случайно оказался тогда в центре Москвы, тоже решил пойти на особый порядок, потому что думал, что это поможет ему быстрее освободиться, но вот в итоге не помогло. Здесь мы видим, что большинство фигурантов уже признали свою вину. Тут, пожалуй, самый яркий, наверное, фигурант из тех, кто не признал, это Валерий Евсин, таксист. Тоже было и видео, как он участвует якобы в стычках, и видео, как прямо у его машины такси задерживают силовики, и он признается, что он был на митинге, у него трое несовершеннолетних детей. Вот его защищает адвокату ОВД-Инфо, и, наверное, ОВД-Инфо будет выстраивать какую-то информационную кампанию, но про остальных людей мы практически не знаем ничего, кроме вот этих извинений. Я должна сказать, что по одному из фигурантов уже на следующей неделе будет вынесен приговор, уже начинается процесс, то есть дело фактически дошло до суда, речь идет об Александре Мучаеве, он, судя по сообщениям СМИ, как раз был тем человеком, который сидел за рулем автомобиля, в котором находились участницы Пусси Райт, Мария Алехина и Люси Штейн, и якобы совершил наезд на полицейского. Вот у него особый порядок, он уже признал вину, и 18 февраля уже будет заседание по существу, то есть человек уже может оказаться в колонии, в каком-то прям совсем обозримом будущем, и возможности у, не знаю, сторонников Пусси Райт, не знаю, людей, которые поддерживают этого человека, журналистов, пойти на этот суд, посмотреть, как он будет происходить, какие доказательства, как ведет себя судья, не будет. И это очень-очень важно. Спасибо, Низа. Это была корреспондент Русской Союзи.